8 апреля под председательством президента Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу реализации проектов с участием прямых иностранных инвестиций и международных финансовых институтов в первом квартале текущего года, а также задачам на первое полугодие. Согласно инвестпрограмме, на 2019 год в рамках более 3200 проектов планируется освоить капиталовложения на сумму почти 14 миллиардов долларов. Из них свыше 4 миллиардов долларов составляют прямые иностранные вложения. Эти инвестиционные проекты, проанализированные в разрезе отраслей и регионов, обсуждены проблемные аспекты проектов, реализация которых запаздывает. Глава государства предложил внедрить новую систему контроля за обеспечением своевременного освоения инвестиций. Согласно ей, все проекты с участием прямых иностранных инвестиций будут разделены на 4 перечня, которые будут контролироваться по отдельности. Президент обратил внимание на наличие незадействованных возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций и сотрудничества с международными финансовыми институтами. Обсуждена также работа по расширению притока инвестиций в город Ашкент, выделению земельных участков и объектов государственной собственности для инвестпроектов. Особое внимание уделено исполнению дорожных карт, утвержденных по итогам визитов на высшем уровне. Отмечалась необходимость обеспечения незамедлительного и последовательного выполнения предусмотренных мер, активизации деятельности межправительственных комиссий в этом направлении. 11 апреля президент Узбекистана принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам правительства Мохаммадом Бен Абдулой Аль-Гиргави. На встрече подчеркнуто, что плодотворные встречи на высшем уровне, прошедшие в марте этого года в Абу-Даби и Дубае, ознаменовали начало нового этапа в укреплении партнерства и углублении практического взаимодействия между двумя государствами. В ходе приема отмечена важность продолжения активного диалога и интенсивных обменов, достигнутой договоренности о совместной подготовке экспертами двух стран конкретных предложений по налаживанию сотрудничества в приоритетных направлениях. Министр Аль-Гиргави подтвердила твердую приверженность руководства своей страны последовательному развитию отношений дружбы и партнерства между Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В этот же день, 11 апреля, президент Шавкат Мерзиёев принял специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам примирения в Афганистане Залма Халилзада. На встрече рассмотрены актуальные вопросы о дальнейшем укреплении узбекско-американских отношений, а также международной и региональной повестке. Дана оценка состоянию и перспективам взаимодействия двух стран по урегулированию ситуации в Афганистане. Отмечена необходимость эффективной координации усилий международного сообщества в содействии запуску мирного политического процесса в Афганистане при главенствующей роли самих афганцев. 12 апреля президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных чрезвычайных и полномочных послов в нашей стране Султаната Аман Ахмада бин Саида Али Кассири Отмечено, что республика Узбекистана и Султанат Аман связывают дружбы и общие религиозные ценности, подчеркнуто взаимное стремление к дальнейшему расширению узбекско-аманских отношений и приданию им системного и долгосрочного характера. Вековые узы традиционной дрожь, выбратства и взаимного уважения связывают Узбекистан и Кыргызстан. Президент нашей страны с глубоким удовлетворением отметил открытый и доверительный диалог на уровне глав государств интенсивное развитие узбекско-кыргызского стратегического партнерства. В последнее время характер стратегического партнерства приобрели многоплановые отношения Республики Узбекистана и Турецкой Республики. Государственный визит президента Шавката Мирзевеева в Турцию и состоявшийся в государственный визит президента Турции Раджепа Тайпа Эрдогана в нашу страну вывели взаимодействие на совершенно новый уровень. Традиционно дружественным партнером Узбекистана в Юго-Восточной Азии является Индонезия. Подтверждена важность расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной и культурно-образовательной сферах. Отношения между Узбекистаном и Казахстаном характеризуются добрососедством, неразрывными узами дружбы и братства. Выражена уверенность, что первый государственный визит президента Республики Казахстан Касым Ажамар Татакаева в Узбекистан 14-15 апреля этого года будет способствовать последовательному углублению стратегического партнерства. География, история, традиции и сложившийся за многие века менталитет народов Узбекистана и Казахстана фактически все это предопределило современную повестку взаимного дополнения по всем, без исключения направлениям сотрудничества. Это было и остается тем фундаментом, на котором выстраивается интенсивность и динамика встреч на высшем уровне. Политическая воля, стремление самих народов наращивать связи определили новый этап развития отношений, о чем свидетельствуют высокие темпы роста взаимной торговли между двумя странами. С 2 миллиардов долларов в 2017 году показатель вырастет до 4 миллиардов долларов в конце этого года. Это как пример. Интенсивность роста охватывает все сферы, подтягиваясь под ожидания руководителей. Сегодня президент Казахстана Касым Жамар Такаев по приглашению президента Шавката Мерзиёева прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Замечу, что после вступления Такаева в должность президента это будет первая встреча с лидером нашей страны. И второй его государственный визит после России, что подчеркивает, какую роль для Казахстана играет выстроенное стратегическое сотрудничество с нашей страной. Программа двух дней чрезвычайно насыщенная. Основные мероприятия государственного визита состоятся 15 апреля в резиденции Куксарой. В ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. Ожидается подписание ряда важных совместных документов.